Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Лилия Талипова. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. В КФУ обсудили проекты благоустройства территории. В лагере английского языка Discover КФУ стартовала новая смена. В КФУ состоялось открытие субтропической оранжереи. В Казанском федеральном университете состоялись общественные слушания по вопросу реорганизации пространства возле второго корпуса. Об этом на следующий сюжет. В Казанском федеральном университете обсудили проекты благоустройства территории вокруг второго корпуса. Для того, чтобы зона отдыха была по-настоящему интересной и комфортной, к проекту благоустройства территории подключились и профессионалы. План разрабатывали вместе со студентами и преподавателями вуза, которые и являются основными пользователями территории. Эльшат Равкадж Кафуров, наш ректор, инициировал, так скажем, проект по благоустройству территории перед вторым зданием. Пришла в голову идея не просто дать свои предложения со стороны департамента пиар-рекламы, так как мы являемся отчасти ответственными за этот проект, но, естественно, спросить у самих студентов и преподавателей, насколько они хотят, чтобы что-то менялось на этой территории. Студенты предложили установить больше удобных скамеек, организовать летнее кафе, модернизировать фонтан, а также ограничить движение транспортных средств на площадке перед зданием. Окончательный проект предполагается представить руководство университета в течение трех недель. Лилия Талипова, Ленардо Влитяров, Универньюз. Учить английский весело, особенно в лагере Discover КФУ. Стартовала новая смена, на которую приехали школьники с разных уголков России. О том, что их ждет, расскажем далее. 5 июня стартовала 11-я смена лагеря английского языка Discover, специального проекта Казанского федерального университета для школьников. Лагеря базируется в IT-лицее КФУ. На открывающей встрече для ребят был проведен вводный инструктаж и знакомство с планом мероприятий. За 10-дневное пребывание в лагере его участников ожидает насыщенная программа. Общение в нем проходит только на английском языке. Мы стандартно детей знакомим с жизнью Казанского федерального университета изнутри. Мы рассказываем, мы приоткрываем, так скажем, дверь в их студенческую будущую жизнь. И мы очень, конечно, хотим, чтобы они полюбили наш университет так же, как любимые умы, чтобы они увидели все те возможности, которые у нас есть. Обязательно они съедут в новейшие лаборатории, пообщаются с молодыми учеными. Далее для ребят был организован фотоквест. Участники были поделены на группы, их задачей было сделать 8 разных фотографий. Например, с достопримечательностью, тем лидером и так далее. Участниками смены стали 52 человека из разных уголков России. Многие из них приезжают в лагерь не в первый раз. Это очень классная площадка для новых знакомств, для, безусловно, нового опыта. Я хочу прокачать свой уровень английского благодаря как раз-таки погружению в атмосферу и практике. Очень классная программа исследования Казани. И также, ну, уровень английского поднимается очень классно. И новые знакомства. В работе лагеря принимают участие студенты КФУ. Например, в роли вожатых. Иностранные обучающиеся, являющиеся носителем английского, преподают детям язык. Артем Тупичкин, Александр Юдин, Универньюз. Представители Казанского федерального университета принимают участие в очном этапе конкурса профессионального мастерства работников сферы государственной молодежной политики города Казани. Анна Глазунова расскажет подробности. В каворкинге ГРУА проводится очный этап конкурса профессионального мастерства работников сферы государственной молодежной политики города Казани. Участие в нем принимают представители Казанского федерального университета. Я впервые принимаю участие в таком конкурсе, в конкурсе профессионального мастерства. Раньше мы все, наверное, такие студенческие общественники участвовали в студенческих конкурсах. Но сейчас пришло время, когда мы уже работаем в университете и участвуем в конкурсах такого нового формата. Всего было подано 80 заявок. В очный этап прошли только 40. Из них 8 человек – это сотрудники Казанского федерального университета. Конкурсанты презентовали себя и свою работу. Рассказали жюри подробно о своей деятельности. Главная цель данного конкурса – это выявление и поддержка лучших специалистов по работе с молодежью именно в сфере государственной молодежной политики. Конкурс проводится уже более 10 лет. Жюри оценивают подготовку участников, умение грамотно отвечать на поставленные вопросы и, конечно, реализованные проекты. Номинаций всего было порядка 10. В этом году мы ввели еще новую одну номинацию. Это лучшие сотрудники управления молодежной политики высших учебных заведений. Главная задача – поддерживать талантливых и высокопрофессиональных специалистов по работе с молодежью и помогать им развиваться дальше. Награждение запланировано на 27 июня в День российской молодежи. Анна Глазунова, Ленардо Валерьяров, Универньюз. 5 июня – Всемирный день окружающей среды. В честь этого праздника в Ботаническом саду у Казанского федерального университета открылась субтропическая оранжерея. На мероприятии прибыли представители Совета ботанических садов России. Все подробности в сюжете Валерия Муратовой. 5 июня на базе Ботанического сада Казанского федерального университета состоялось совещание «Проблема интродукции субтропических растений в оранжереях ботанических садов». Оно приурочено ко Всемирному дню окружающей среды – Дню эколога. В рамках мероприятия состоялось открытие субтропической оранжереи КФУ. Пять лет тому назад перед нами была поставлена задача открыть на территории ботанического сада уникальные сооружения, так называемые оранжереи для тропических и субтропических культур. Коллекцию, которую мы собирали на протяжении пяти лет, то есть на сегодняшний день составляет 463 вида. За счет тесного сотрудничества с другими садами и России, и Европы, и по всему миру, набирали эти таксоны. И обмен семенным материалом, дилектус, так называемый, он присутствовал на протяжении вот этих пяти лет. Конечно же, сотрудничество будет продолжено, и мы только будем оснащать наши оранжереи. Приехав на экскурсию, желающие могут ознакомиться с уникальной коллекцией, где в специальных теплицах представлены виды, которые не могут произрастать в климатических условиях на территории Республики Татарстан. Сегодня же для представителей Совета ботанических садов России экскурсию провел Сергей Максимов, заведующий отделом дендрологии КФУ. Мы представили всю нашу коллекцию, коллекцию не только открытого, но и закрытого грунта, чтобы они вынесли свой вердикт, чтобы имели представление, чем занимается наш ботанический сад. Ну и в целом видели всю нашу коллекцию, как она у нас представлена. Гости обсудили со специалистами Казанского университета коллекции и экспозиции, а также оценили проделанную за пять лет работу. Я могу сказать о положительных изменениях, положительных сдвигах. Все-таки вот еще, например, 10 лет назад здесь не было ни этой оранжереи, не было ни дендрария, не было. Я думаю, посетителям интересно посмотреть на все то, что здесь представлено. А представлены достаточно интересные, в общем-то, и любопытные вещи, особенно для специалистов и редкие, естественно, для нашего региона. Есть у них виды, которые внесены в красные книги. Заместитель главы Минпромторга Алексей Беспрозванных актуализировал вопрос о трансжирах, которые в том числе содержатся в фастфуде, ответив на предложение депутата Госдумы Виталия Милонова запретить их. Так ли вредны трансжиры? Об этом и не только мы узнали у доцента КФУ Аркадия Курамшина. Смотрим. Интересными новостями балует Южная Африка. Здесь студент местного учебного заведения в течение года ежедневно посещал рестораны быстрого питания КФС, прикидываясь проверяющим и получая бесплатные обеды, сообщает India Today. Самозванец всегда был одет в строгий костюм, чтобы не вызывать подозрений, а также имел при себе фальшивое удостоверение. Понятно, что теперь, когда все вскрылось, у него будут проблемы с судом. Но будут ли проблемы со здоровьем? Еще вопрос. Новость, которая про африканского студента не говорит, питался ли он где-то еще, кроме КФС. То есть он регулярно раз в день, получается, приходил в КФС, притворяясь проверяющим, ел там и уходил по своим делам. То есть чисто теоретически он мог завтракать где-то в другом месте, или ужинать, или обедать. Ничего такого страшного даже в течение года. Можно, собственно говоря, и больше питаться пищей только оттуда. Естественно, она со временем начнет раздражать, и просто ее любой человек разлюбит, даже если любил. В связи с этим не грех вспомнить, как совсем недавно депутат Государственной Думы Виталий Милонов предлагал запретить продажу продукции, содержащей трансжиры. Буквально на днях на это предложение ответил заместитель главы Минпромторга Алексей Беспрозванных, сообщив, что поэтапное снижение уровня трансжиров до 2% от общего содержания жира в продуктах уже предусмотрено в регламенте Таможенного Союза. Образование трансжиров – это естественный продукт. Ну, то есть, это все равно, что запретить закон тяготения, запретить там ряд других физических, химических законов. Трансжиры, они образуются естественным путем. Камиль Гемоздинов, Леонард Валитяров, Универ Ньюз. На этом у меня все. Не забывай смотреть на социальных сетях. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова